Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Итак, заголовок страницы. Это все то, что относится именно к странице магазина. То есть вот мы вывели страницу магазина, а именно вот к этой части тот самый заголовок. Можем его не выводить. Вот так вот это выглядит. Только категории товаров без заголовка. На ваше усмотрение, как вам больше нравится. Категории в заголовке страницы. То есть мы можем скрыть и эти категории наших товаров этим переключателем. Если у нас это все же остается, то отдельно можно показывать родительские категории, текущие категории. Но здесь на сайте это не вывел. Это элементарно проверить. Показать количество товаров для каждой категории. То есть у нас сейчас же показывается, видите, единичка, здесь 6, здесь 3. Чтобы это не отображалось. Показать количество товаров, а только категории. И скрыть пустые категории, в которых нет товаров. Возможно это будет очень уместно. Естественно, как только появятся товары в пустой категории, они автоматически будут показаны. Дальше исключить какие-то категории. Давайте просто проверим. Можно добавить хоть все, которые не нужно отображать вот в этой части. Допустим, вывести только основные категории. Если у вас их очень много, чтобы не было здесь такой каши в шапке, то возможно был бы смысл скрыть незначимые категории. Вот одну я скрыл. Верну на место. Здесь настройки у нас закончились. Переходим в боковую панель. Здесь еще более интересные настройки. Во-первых, изначально где отображается сайдбар? Слева у нас, вы это помните, вот у нас тут выводятся фильтры. Справа, либо без сайдбара. Размер сайдбара. Маленький, средний, большой. Скрыть сайдбар. Вот это уже интересная опция. Давайте мы ее активируем. Обновим страницу. У нас скрывается сайдбар. Дает больше возможности области для отображения товаров. И появляется вот такая ссылка, по которой вот так вот сбоку будет выскакивать тот же самый сайдбар. Все раскрывается. Фильтр. Но только он вот выглядит так. Возможно, кому-то будет такой вид интересен. Причем, это можно сделать, допустим, для компьютера оставить. Но для планшета у нас по умолчанию, кстати, включено. И для мобильных устройств тоже включено. То есть, это уже автоматически правильно включено. Но можно настроить отдельно для компьютера. И интересная штука именно для мобильных устройств. Залипание сайдбара. Сразу хочу сказать, на компьютере через имитацию мобильного устройства вы не увидите эту штуку. Она здесь не видна. Нужно зайти с реального мобильного устройства. Здесь вы можете только посмотреть, как это выглядит вот здесь на картинке. Маленькая такая, получается, иконка появляется на мобилке. Я спроверял, на мобильном устройстве она работает. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в следующем видео. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в следующем видео. Продолжение следует...